Ребята, всем привет! Вы на канале Виконс. А у нас сегодня очередной влог, выпуск. Нахожусь я в районе мотодрома. Давно не записывал видеороликов в таком формате. Ну а сегодня решил записать. На проспекте Павших Комунаров, по правую сторону у нас недостроенная Кальмиус-Арена. К Евро-2012 проводилась масштабная реконструкция города. Ну и многие из объектов, которые собирались построить, не удалось, к сожалению, построить. Вон, видите, только кран стоит. Ну и здесь все обнесено забором. Соответственно, никакие мероприятия по поводу строительства Кальмиус-Арены не проводятся. По поводу мотодрома. Раньше, может быть, лет 10 назад этот рынок, вещевой радиорынок, пользовался спросом у дончан. Ну а сейчас на самом деле этот рынок работает, но не на полную мощность. Сегодня у нас вторник, поэтому хочу показать вам, как выглядит рынок мотодром осенью 2019 года. В принципе, уже на улице плюс 10. Похолодало. Ждем скоро бабье лето. Ну и будем готовиться к зиме. Так, сейчас будем подходить. Смотрите, рынок мотодром. Работаем ежедневно, кроме понедельника. Ну и здесь у нас по старинке ребята убирают остановку. То есть коммунальщикам, как всегда, респект. Так, рынок мотодром. Может быть, что-то еще вам показать. В принципе, основные какие-то интересные места, которые расположены в городе Донецке, я стараюсь их показывать. Но, может быть, что-то вам интересно, обязательно комментируйте. И, может быть, я возьму это все дело на заметку. И в скором будущем вы увидите ролик на канале. У нас сегодня, кстати, интенсивный трафик. Гулял я вчера по городу. Ну, машин было меньше. Кстати, в этом районе я проезжал. Не знаю, с чем это связано. Вот, кстати, вещевой и радиорынки. Кстати, там чуть-чуть дальше у нас Лесторг. Продают дерево. Лесо и пиломатериалы. Так, ну что. Заходим в мотодром. Куплю радиодетали. Так, ну что у нас здесь. Смотрите. Практически весь рынок закрыт. Некоторые только точки работают и все. Видите, один ряд. Эти все ряды закрыты. Представьте, какое количество людей было раньше. Мы сейчас просто сравним. Тот ряд у нас многолюдный. А здесь, ну, наверное, процентов 20 от всех торговых точек работает. Может быть, даже и меньше. Давайте пройдемся. Посмотрим, что у нас здесь. Компьютеры, планшеты, зарядки, наушники. В основном люди все-таки предпочитают ездить на маяк. Так, ну а в этой стороне у нас стоянка. Здесь раньше, наверное, были лавочки, трибуны. И люди наблюдали, как гоняют машины. Ну а сейчас у нас машины стоят. Ну и рынок практически не работает. Ну, на полную катушку. Так, есть, конечно, некоторые товары и позиции. Что у нас здесь? Зарядки, радиодетали, переноски, электрощитки. Ну, то есть, видеонаблюдение. Видеорегистраторы. Также есть флеш-память. Кабели. Ну, в принципе, вначале так и не скажешь, что много людей. А здесь все равно пользуются спросом. Хоть как-то. Так, здесь у нас ничего не продается. Тут у нас вещи. То есть, продается все. Фонарики, лампочки, батарейки. Там еще и дальше рынок. Да, ну, в принципе, туда уже смысла нет. Там понятно, что только одежду продают. Давно я здесь не был. Практически никогда сюда не заезжал. в основном, если надо было, то ездил на маяк. Так, ну, тут у нас тоже одежда и закрытые ряды. Ну, это стоянка перед входом в мотодром. Ну, и здесь у нас уже выход. А заходили мы, ребята, с той стороны. В общем, показал я сегодня вам рынок. Мотодром, как он выглядит на осень 2019 года. В принципе, такого видеоролика у меня не было. может быть, кто-то вспоминает родные места. Ну, вот еще одна вывеска, табличка. Мотодром. хотя так машины есть. Все-таки я думал, что там немножко поменьше будет людей, но нет. Люди есть, но не настолько много, наверное, как раньше. Сегодня мы прогулялись в район мотодрома. Показал я вам рынок, как он выглядит на осень 2019 года в городе Донецке. В общем, ребята, кому понравился этот видеоролик, обязательно ставим палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну, и всем пока-пока!